Продолжение следует... И в эфире WinWinZoom номер 487 тема сегодня. Как открыть прокат снаряжения для сплавов и походов или как организовать идеальное путешествие. Спикер Анастасия Гассина, Усолье, Пермский край, ВК.ком, прокат, подчеркивание Усолье. Анастасия, добрый день. Здравствуйте. Анастасия, как вы думаете, а в Москве знают про Усолье? Ну, про Усолье вряд ли. Может быть, слышали, больше, наверное, знают про соседние Березники в связи с провалами. Ну и то, может быть, вряд ли, но зато все знают, все, кто любит российское кино, историческое, да, про сердце Пармы. Это всё же снимается в Пермском крае. У меня была куча эфиров уже про то, как вот этот эффект кино отражается на внутреннем туризме. А вы же, в частности, тоже организуете путешествие по рекам Пермского края, да, по горным рекам. Вот, как часто люди ваши вспоминают про киношные впечатления? Люди из других регионов, которые, может, к вам заехали случайно. В последнее время в связи со съёмками фильма «Сердце Пармы» многие люди ездят в Губаху. Там есть много достопримечательностей, горнолыжный комплекс и сами декорации, где проходили съёмки на весной мост, где, в частности, проплывала лодка. Поэтому вот Губаха, она является сейчас центром притяжения. Это недалеко от вас, около километров 100, да, наверное? Да, да, около 100 километров. Вот, а вы ведь со своим прокатом ездите не только в окрестностях вашего города? Куда ещё заезжаете, куда привозите, если клиенты заказывают, например? Мы ездим в Свердловскую область, Челябинскую область, Башкирию. У нас был майский сплав на реку Ай. Она очень красивая, как наши Вишера. На Таганай ездили и много других мест за пределами Пермского края. Но Уссолье – это тоже исторический вид, да, такой город. Много сотен лет. Да. Вот, он для вас, как вы его опишите для тех туристов, может быть, у нас тема ещё внутренний туризм, да? Как вы его пишите для тех, кто захочет к вам заехать в гости? У нас очень привлекательный объект – это Уссолье-Строгановска, которая в последнее время очень активно развивается. В этом году провели ремонт, и там мы сделали прекрасную набережную, кочей, камейки, зону отдыха, сцену. И плюс экскурсии различные по дом Брагиных, дом купцов и церкви. И там очень много мест, которые можно посмотреть в Строгановском Уссолье. Ну да, я вас там бывал на одном из праздников, когда заезжал к вам ненадолго на север Пермского края. Я сейчас в Екатеринбурге. Но все герои всё ещё мои из Пермского края. Благодаря сотрудничеству с Верхнекамской палатой, которая у вас тут находится. Вот. А наша, Анастасия, тема сегодня – как открыть прокат. Я с удивлением обнаружил, что за 900 эфиров по прокат как-то у меня вообще не находится по поиску. У меня в блоге там есть поиск по темам и фамилиям. И про организацию путешествий мы часто говорим, а про прокат – нет. Может ли прокат работать отдельно от организации путешествий? Или это всегда всё вместе? Потому что оборудование используется и так, и так. В принципе, он может существовать отдельно, потому что в прокате есть необходимое снаряжение, пенки, палатки, спальники, стулья, столы, котлы. В общем, всё, что необходимо для организации путешествий. И сама организация путешествий, она вытекает из этого, потому что бывает люди хотят куда-то съездить, но не знают. Они знают, что прокат, они спрашивают, а можно ли с вами куда-то съездить. И поэтому создание проката, оно подразумевает уже сразу создание путешествий, потому что есть спрос у людей. Особенно в последнее время. Вы ведь многодетная семья, да, с мужем Алексеем? Да. Но почему-то ИП на формуле на вас, на вас, не на него. Потому что я сейчас нахожусь в декрете. У нас младшей дочке полтора года всего. И поэтому у меня есть время, чтобы немножко сменить свою основную деятельность и заняться прокатом. А у мужа есть своя основная работа, на которую он ходит каждый день, пять дней в неделю. И поэтому у него не совсем хватает времени. А как же у вас ведь написано, что можно получать оборудование на сутки, там, несколько суток, если хочется, да. Или даже на час. И получается, вы всё привозите на машине, а дети с кем остаются? Дети ходят в школу, в садик. Я привожу, да, у меня есть время, машина, водительское удостоверение, чтобы оказывать эти услуги. А по выходным мы прямо стационарно приезжаем на какой-нибудь водоём и сидим там с утра до вечера. Бывает даже с ночёвкой всей семьёй и выдаём оборудование от часа до целого дня. Ещё вы недавно с мужем или всей семьёй участвовали в открытом молодёжном туристском слёте верхниками? Мы, да, с мужем ездили и несколько детей тоже присутствовали. После семилетнего перерыва. То есть, видимо, молодость у вас была походная. Вот у меня тоже, когда мне было 20-25 или там меньше, да, я участвовал в походах. Хотя я не спортсмен, конечно, но во вторую категорию меня опустили. Это чуть посложнее, да, чем две тысячи метров вершины. Вот, а вы пишите, что организуете, начиная от первой категории сложности. Нет, сложно написать, что некатегорийно, это люди не поймут, да. Первая – это уже идёт категория, то есть, а в основном требуется спрос на некатегорийные путешествия. Поэтому некатегорийные путешествия мы тоже, начиная от однодневных сплавов… Только я не помню, три категории, да? Нет, шесть категорий. А, шесть. Уже прошло 20 лет, сейчас забыл. Вот, и вторая категория – это вот туда допускаются новички, а, видимо, дальше уже всё, да? Дальше уже нет, да. Требуется всё равно необходимый опыт, участие хотя бы в походах малой категории. Ну вот вы в туристых склётах не участвовали 7 лет, как вы пишете, да? Но опыт-то у вас в организации путешествий сколько лет уже с мужем? Опыту очень большой. Я начала заниматься туризмом со школы, участвовать в различных соревнованиях. Нет, а вот именно организация путешествий – это отдельное. Именно организация путешествий – это уже больше 15 лет, потому что я ходила в категорийные походы. Самый большой поход у меня был в пятой категории сложности участия, а организация походов до второй категории сложности, именно когда я организовывала. Вот, то есть обязательно нужен предварительный опыт, участие в сложных походах, больших категории, первое. Второе. Понятно, что нужны деньги на закуп оборудования. Вот когда вы начинали, как вы это всё было? Ну, расскажите для тех, кто, может быть, захочет вспомнить, что он молодец здесь тоже ходил в походы, а теперь у себя в городе, там или посёлке, или где-то люди живут. Мы же ещё записываем подкаст для России. У них возникнет желание вспомнить молодость и закупить оборудование, начать заниматься тем, чем вы. Что надо начать делать? В нашем случае нам удалось заключить социальный контракт, так как у нас многодетная большая семья. Вот расскажите. Можно пойти в центр занятости, и что дальше? Мы собрали справки, встали на учёт, как многодетная малоимущая семья. В соцзащите нам рассказали про то, что у нас есть возможность оформить социальный контракт. Мы подумали, чем бы мы... Это безвозмездная суда. Сколько она? 200 тысяч рублей, чем больше? 350 тысяч рублей на закупку оборудования, аренду и прочее снаряжение. И ещё около 30 тысяч на обучение самого работника. То есть главное, что там нужно, бизнес-план написать, да? Какая идея? Да, нужно составить бизнес-план и всё угодно. Если вы не занимались бизнесом раньше, да? Если вам нужны какие-то навыки для ведения вашей деятельности, то можно обучиться, получить удостоверяющие документы. Если у вас есть какой-то опыт проведения вашей деятельности, то можно и на обучение... И эта сумма главная, она не на зарплату, она именно должна... Вы должны читаться по оборудованию, да? То есть то, что вам нужно для бизнеса. Да, то есть там нужно приложить все чеки, покупки, договоры на аренду, если вы снимаете какое-то помещение. Всё, какие затраты у вас будет. А на аренду можно точно ещё. Да, аренду можно. И потом вы должны читаться в течение полгода, да, за всё это? Или быстрее? Там по мере покупки. То есть вы всё закупили и всё принесли. Но да, деньги надо немножко поскорее оприходовать, потому что там тоже идёт отчётность. И обязанность проработать не менее года. Единственное условие, что нужно оформить либо самозанятость, либо ИП. Да, встать на учёт и проработать не менее года. Ну и что на эту сумму у вас хватило? Расскажите прямо, вот перечислите, что вы купили. Мы купили 12 саббордов, купили 3 палатки. Каждый сабборд это такая вот для тех, кто не знает совсем, это такая маленькая лодочка? Или похоже на больше на байдарку или на лодку? Средняя, да, такая. Сабборд – это надувная доска. Это вот, знаете, как плавательный матрас, только он очень-очень твёрдый, на котором можно стоять. Стоять. А сидеть это уже называется? И сидеть, и стоять. Сабборд – это стендап падл, да? То есть доска с веслом. На которой без кида. А на байдарках сидят. И они делаются, они не надувные, да? Они такие вот. Да, они каркасные в основном, идут байдарки. А тут надувная доска, она очень твёрдая. Но чем она больше, тем она уступит. Чем она не сидит, он перевернуться не может. Она не переворачивается. Сидя нет. Если её специально не раскачивать, она не перевернётся. Ну и тем более люди сидят в жилетах спасательных обязательно. Да, это обязательно условие нашего проката, что люди должны использовать спасательные жилеты для безопасности. И вы тоже их подаёте? Да, мы их тоже выдаём. Итого 10 саббордов, каждый сколько стоил? Один сабборд стоит около 25 тысяч. Они различаются очень по стоимости, но мы делали упор на качество, и мы покупали самые большие сабборды из возможных по длине. Чем сабборд длиннее, тем он устойчивее. А туда влезет только один человек или несколько может влезть? На наших можно несколько человек. У него грузоподъёмность до 200 килограмм. То есть могут два взрослых человека даже сесть, либо два средних человека, взрослых с ребёнком. Даже такое у нас было. И у вас немножко осталось на катамаран или на что ещё? На оборудовании мы купили шатёр, пенки, спальники, палатки, вот жилеты спасательные и чехлы для телефонов, чтобы можно было тоже давать людям в прокат, и они не промокали. Потому что люди катаются, фотографируют. Напомнили тех, кто походу не ходил, пенки, на них мы сидим, или лежим, спим на них. Что там ещё важное? А что вот за эти 25 лет, которые прошли с моей молодостью, какая технология новая появилась ещё? Походная. Новые технологии. Например, какие-нибудь там, не знаю, искусственные костры на таблетках или ещё что-нибудь такое. Ну, таблетки для разведения костра, спички, которые очень-очень долго горят. Но это было уже тоже давно. Знаете, сейчас я видел, например, можно, если телефон сел в походе, то есть специально, значит, такой вот разводишь под ним маленький костерок, ну, наверное, на таблетках, видимо, да, и эта энергия переходит, как бы заряжает телефон, до чего наука дошла. Про такое ещё не видела, к сожалению. Нет, оно продаётся вот активно уже, да, потому что, вот. И, значит, можно даже стулья с собой брать сейчас походу, да, они тоже такие мини-складные, удобные. Да, складные стулья, столы, чтобы было удобно и комфортно на отдыхе. Вот, ну, давайте мы закончим социальную тему, потому что, я как раз вспомню, у меня Анна Комкова вчера столовала год назад, она победила в конкурсе, я тоже, по-моему, с мужем, центр каякинга, такой, Акватрейл. И у них был социальный проект года. Почему? А потому что они организовали каякинг для детей с ОВЗ. Я знаю, что вы тоже в ОВЗ-проекте участвовали у себя в городе, неудам-то в качестве волонтёра. Почему? Да, я услышала про проект, который организовала Татьяна Князев, проект по флористике, обучение людей с ОВЗ. Мне понравился этот проект, сама идея была классная для того, чтобы людям с ОВЗ дать возможность получить какие-то новые знания. А вы-то там как помогали? Вы же не флорист. Я помогала людям держать букеты, потому что люди с ОВЗ, они не всегда могут полноценно работать двумя руками. У некоторых одна рука может не работать совсем, и поэтому я им помогала держать букеты, что-то подавать, зачищать стволы, листья, цветов, стебли. И различную другую работу выполняла. А я подумал, что, может быть, вы решили с этой аудиторией познакомиться, потому что на самом деле сейчас же государство и вы в курсе, если вы в реестре социальных предпринимателей, вы можете получать грант именно на работу с этой аудиторией, с ОВЗ. И вы тоже можете организовать какие-то проекты на своих САПах, людей с ОВЗ, со всего Пермского края. Да, у меня есть идея, я уже договариваюсь с бассейном, для того, чтобы сделать проект по обучению людей с ОВЗ плаванию на САПах в бассейне. В зимнее время, чтобы летом, допустим, на вдаемах... Как раз хотел спросить, потому что это ведь сезонный бизнес. Я помню, был про САП, станцию из Перми, организатор. Он говорил, что это только вот летом, а зимой все, простаивать жалко. Вот, а вы придумали, хорошо, бассейн. Так дети будут, да, у вас там, или не только дети? Не только дети, мы можем обучать и взрослых, но главное условие, чтобы люди... Но для этого вам что нужно сделать? Что вы уже какие действия проделали? Для этого мы уже договорились с бассейном. Бассейн может нам предоставить один конкретный день для наших занятий. И сейчас нам только нужно написать проект, бизнес-план и поучаствовать в этом гранте, который сейчас... А, ну, это легко сказать, но ведь все гранты всегда конкурс, да, могут дать, могут не дать. Нужно как-то... Да. Но мне рассказывали участники, что если у вас много опыта по этой теме, ну, у вас, в частности, организация этих путешествий, да, на этих НОСАПах, то опыт у вас есть, и вам нужно еще показать опыт работы с людьми с ШВЗ, хотя бы небольшой. У вас тоже он, получается, есть, да, вот это волонтерство. Да. И не знаю, сколько это требование строгое, чтобы вы уже знакомы были с этой аудиторией. Что-то я не помню. Вот еще вот такая тема интересная. Почему мы напоминаем постоянно? Потому что многие предприниматели забывают или совсем не знают, да, что, да, это отдельная отчетность и написание грантов и так далее, но это новая рыночная ниша, социальная, я бы так сказал, да. Кстати, про отчетность. Вы правильно пишете, что вы работаете с юридическими лицами и заключаете целый договор. То есть в любой организации. У вас, кстати, больше частных клиентов или организаций, которые у вас берут оборудование или заказывают организацию путешествий? Пока у нас только частные клиенты. Организации еще... Мы не выходили на организации, с организациями не работали, только физические лица. Но договоры-то заключаете, поэтому вот... Договоры мы можем заключить, да, при необходимости. И на прокат, когда мы сдаем оборудование в прокат на сутки, мы с людьми заключаем договоры официальные. Ну, например, если люди в офисе захотят вместе провести тимбилдинг, то вы все это официально можете оформить. Да, да. Еще интересный момент, у нас реально не так много осталось. Как работает продвижение в своем местном сообществе? Ну, в частности, через участие в разных местных праздниках, да, обязательно, семейных, всяких разных у вас были. Семейные старты на САПах, как вы это организовали, с кем? Это ваша была идея или кто-то вам предложил? Ну, это мы совместно придумали с Татьяной Казевой. Нам помогла ведущая Мария Ефимова. Это было все на таких началах волонтерских, можно так сказать. Ну, все оборудование было от вас, получается, да? По сути дела, это как раз рекламная акция того, что у вас есть, что вы можете предложить. Да. И вам важно было выйти на семейную аудиторию, да. А вы же сами многодетная семья, поэтому наверняка вы с ними встречаетесь? С кем? С этой целевой аудиторией, именно многодетные семьи, например. С многодетными семьями нам очень хочется работать. Мы хотим создавать такие проекты, делать упор своего проката на приоритет семейных ценностей, на работу с подростками. Вы поедете на краевой конкурс этих многодетных семей. И там можете про свой проект тоже рассказывать. Да. Вот. И еще один интересный аспект, это как бы организация сложных путешествий. У меня были отдельные прямо вот сложных технологических да многосоставных путешествий. Там тоже много трудностей. Что самое сложное вы организовали, расскажите. Самое сложное, это поход второй категории сложности. Получается, на горы Пермского края. И мы ходили, набирали группы. Было сложно найти людей, получается, которые согласились идти в более сложный поход. Да, чтобы у них была подготовка, чтобы сроки совпали. Да, да. Плюс сложный поход, он всегда гораздо дороже, там много логистики. Он дороже и сложнее физически для людей. И те, кто ходит давно в походы, у них в основном есть свои компании, да, с которыми туристические клубы и все. А вот так вот найти людей, которые бы пошли в категорийный поход. Вот давайте сформулируйте в нашей рубрике, у нас осталось две минуты, правила жизни и бизнеса. Как же спланировать идеальное путешествие с оборудованием, которое предоставляет компания? Ну, идеальное путешествие зависит в основном от самих участников. Главное, чтобы у участников было желание пойти в поход и хорошее настроение. Все оборудование мы можем предоставить. Интересные места, которые можно посетить, мы тоже все покажем и расскажем. В принципе, все. Это настрой. Самое главное – это настрой. А вот чек-лист для тех, кто захочет заняться организацией идеальных путешествий, про что нужно обязательно помнить? Ну, например, про страховки, про ответственность и еще какие-то такие моменты, которые могут путешествие сделать не столь идеальным. Про что нельзя точно забыть? Нельзя забывать про правильное питание людей, потому что люди все равно хотят кушать в путешествиях. Также надо понимать, что люди разные, кто-то может уставать. Надо инструкторов, не одного инструктора, а как минимум двух в походе, чтобы один инструктор шел с теми, кто более активный и физически подготовлен, а второй человек наблюдал за теми, кто немножко послабже и потише ходит. Также не забывать про основное оборудование, которое может понадобиться в походе. И помнить все, потому что часто бывает, что забыли то что-то из продуктов, то вообще забыли котлы, либо забыли палатку, в которой нужно ночевать. Опытных организаторов, путешественников, они твой длинный список знают, да, потому что по опыту знают, что, чего может не хватить. И мы забыли упомянуть про организацию ивентов разовых таких интересных сочетаний. Например, у вас сапы вот эти и саксофон, почему? Почему? И фотографии на фоне заходящего солнца. И легкий ужин еще вот у вас. Почему сапы и саксофон? Нам захотелось провести какой-то уютный вечер на берегу водоема, чтобы можно было не только насладиться природой, а можно было насладиться еще живой музыкой, которая бы скрасила вечер. Звуки саксофона, это так идеально сочетается с закатом, это красивые виды, красивая музыка, легкий фуршет. Это вообще такое замечательное мероприятие. Эта гипотеза у вас работала? Получилось все, как запланировали? Еще будет повторяться? Она масштабируется? Повторяемая? Я думаю, да. На будущий год мы сможем это повторить. В этом году у нас немножко, мы это в августе не успели, а в сентябре получилось много желающих, испугались погодой. Но мы все-таки раз запланировали это мероприятие, мы его провели, не так масштабно, как хотелось бы. Человек было меньше, но зато получилась уютная атмосфера, дружественная, немного народу, и у нас все получилось. Ну и минута у нас для тех, кто из Пермского края вас услышит, куда пригласите в октябре? В октябре мы можем пригласить людей в поход на Усеву, на Каменные Столбы, на Чертов Палец, в Каменный Город. Для того, чтобы насладиться видами, сейчас осень, шикарная золотая листва, такие красивые виды. Как раз в Каменном Городе снимались, не один фильм уже снимался там, да, в окрестностях. Да, да. Поэтому пока погода стоит хорошая, я советую людям больше путешествовать, больше наслаждаться природой, в уединение уходить и со своей семьей, конечно же, находить. И у вас еще есть паруса, я посмотрела, маленький такой парус, он на САП ставится, он что там, полметра высотой, да, еще он работает? Да, да. Да, при сильном ветре мы посмотрели, что когда ветра нет или слабый ветер, он, к сожалению, бесполезен, но когда есть ветер, он придает очень значительно скорости, и САП передвигается вообще без усилий, без весел, только надо немножко курс регулировать, а так ветер помогает преодолевать большие расстояния. Пусть вам помогает ветер, а также может помочь Анастасия Гассина организовать ваше идеальное путешествие из города Уссолья, Пермского края. Как открыть прокат снаряжения для сплавов и походов? Как вам прокат, подчеркиваю, у него Солья? Анастасия, спасибо, удачи вам. Спасибо. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхнекамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова